Такие братья, но вот в одном месте они начинали, скажем так. Ой-ой-ой, Skyros Mage первый пик от Team Liquid в бане. Что у нас в бане? А у нас все еще Doom. До сих пор есть Doom. А Skyros Mage у нас был в бане на прошлой карте. Doom есть, но хотя бы нет ни чена, ни бх. Потому что Doom все время под прикрытием кого-то из этих персонажей. Особенно хорошо себя чувствует. С другой стороны, Flight of Moon могут всегда придумать героя. С Личом, например. С другой. Ну, любой, в принципе, персонаж может прийти, помочь Doomу на старте. Можно даже по-простому что-то типа Doom Nux взять. Ну да. Sky трудненько, Doom жирненький и вперед. Можно взять VD. Потому что Fly нужен герой. Ну, Fly у нас и на нестандартных персонажах играл на этом турнере уже. На VR-очки. Да, это было довольно-таки неожиданно и прикольно. Ну, а на втором пикам думают. Flight of Moon. Не так все очевидно, как казалось бы. Ну, здесь я больше думаю, что они не уверены, стоит ли брать Doom. Потому что, все же, Liquid это команда хорошего класса. И они явно могли в перерыве что-то придумать. Но, с другой стороны, если вы выигрываете все, то почему вы должны париться? Да, Doom должен был появляться. Это очевидный здесь пик для Fly to Moon. Это герой, который принес им успех по ходу всего турнира. Зачем вот в такой ключевой момент отказываться от него? И я даже смотрел в плей-оффе, даже когда что-то там не особо получалось, они все равно в следующей же даже карте продолжали брать своих же персонажей и стоять на своем. Ну, и правильно делают, на самом деле. Ну, и к тому же, я заметил за Fly to Moon, что они часто начинают пик вот именно так. То есть, саппорт пятой позиции и оффлейнер стараются саппорта четвертой позиции попозже взять под ситуацию больше. Ну, например, как они закрыли этим деревом против Virtus.pro. Очень прикольно было. Как будто бы... Ну, а вот он драфт, который нам показывали LGD. Skyrus Match Axe в первой стадии. И потом там у нас появлялся сварк попозже в эту компашку. Но здесь сварк не так, может, и опасен. Все-таки, думаю, имеется. Ну, да. Что-то так Axe полюбили именно Axe. Неожиданно. Не было, не было. И тут опять. Его поднимали, поднимали, поднимали. Несколько патчей. Сильно поднимали, что именно Axe-овские бафы. Что-то там с Battlehanger подняли. Да, там Battlehanger дешевле, по-моему, стал. Ну, стал 50 маны и плюс 3 секунды дополнительный duration. Регенерация переработанная. И система силы переработанная вот этого перка. Это все Axe на руку сыграло. И он так укрепился весьма неплохо. Просто, наверное, так бывает. В принципе, вот эти формулы силы и многое другое уже давно сделали. Но он все как-то рядом с пиками ходил, ходил. Вошел вот наконец-то в них. Некоторые даже чересчур переоценивают его, мне кажется, иногда берут ни к силу, ни к городу. Но тут посмотрим. В любом случае, Axe, он отрезает определенное количество персонажей. Уже не хочется брать там милишников каких-то на кора. Тот же вот какой-нибудь лансер, например. Не хочется против Axe иметь таких героев. Даже лайфстилеру тяжело, что уж там говорить. Да против Axe, мне кажется, смело Герокоптера надо так же брать для команды Flight of Moon и ни о чем вообще не думать. Это правда. Герокоптер и подобное. Я думаю, Flight of Moon, да, нужно целиться именно в то, чтобы усилить лайнинг и этому Axe поменьше дать. Но пока просто Task. Task. Ну а что, Task хороший. Task может сейвить людей из агро. Он максимально крутой против Sky. Потому что, во-первых, сейв. Во-вторых, очень легкая атака на Sky. Потому что многие герои по Sky не могут попасть из-за большого MS о Sky, из-за того, что он стоит на рейнже. А Task это как раз герой, который атакует с большой дистанции и просто позволяет вот этого самого Sky убивать. Ну а Liquid... Я где-то такой видел уже пик от Flight of Moon по ходу турнира. Вот прям один в один герои были. Что это был за матч? Ну, бог с ним. Но был такой, в общем, уже. Ну не самые неординарные герои, так сказать. Ну да, да, не самые, но... Я вот просто, когда они взяли VD, я прям сразу что-то у меня в голове, этот Task начал мелькать. Вот он приехал в флешбеке. Ну вообще, если по сути задуматься, то два героя на эфира в бане, и выходит этот третий. То есть Чен БХ в бане, вот тебе Task появляется. Логично. Это логично. Вен-го... Интересно. Ко-ко-ко... Р-ко-ко-ко-кор Венга? Ну у них, кстати, два таунта с петушками есть. Классно. Да. Не точно будут их спамить. Для чего здесь нужна Венга и нужна ли она вообще? Пока совсем не понятно. Пока просто Венга, так скажем. Ну я могу сказать так, что Венга с Кай, именно вот как комбинация саппортов, очень приятна. Потому что Венга, ее не жалко, бежит вперед, кидает стан и под этот стан Скай насыпает, но... И два таунта с петушками. Да, и два таунта с петушками потом. Представь, вдвоем ромят карту, передвигаются и кудахают. И кудахают, это идеально. Ну, вот смотри, Virtus.pro, например, брали Oracle просто так, и очень круто он зашел вот в том матче, где они выиграли против... Я как раз хотел сказать, что один из лучших героев против Акса, по причине того, что... Ну, тебе не важно, бьешь ты в агр или нет. Ну и Сларк, вот он, про которого я говорил еще вот после выбора первых двух персонажей команды Liquid. Ну, Сларк тут бомба. Да, копируют они отчасти стратегию OGD. Потому что у Сларка очень много белого урона, он еще и, ну, накапливается со временем, когда ты стаки набиваешь, и, соответственно, венга это все подбафывает. Типа того. OGD, конечно, был Чен вместо венги. И он получше. Определенно. Ну, посмотрим. Не, честно сказать, к венге на вот саппорта, там, четвертой слэш пятой позиции, я как-то скептически, все со скепсисом. Ну, будет нормально, если венга пойдет с Аксом, то есть будет просто таких два полужирных героя стоять закидывать кого-то, и Скай станет со Сларком. А если они поставят венга Сларк, то это будет очень плохо. Но в то же время, играя с Акса, какого ты больше союзника себе на линию хочешь, венгу или Скай? Да, но здесь вопрос, кто выиграет. Выиграет-то Сларк, и поэтому, ну, явно нужно Сларка как-то подусилить. Ну, кто знает, есть, может, Liquid тут и какого-то кора в венгу захотят, но я думаю, сомневаюсь. Нет, это Visage. Ого, что ж. Это один из лучших героев против ДП в данной мете считается, потому что очень рано ее и быстро может убивать, на линии ДП не прям сильно может напрячься, но потенциально с роумингом Таска, в принципе, его можно Visage раз-два убить, но не факт, что это все равно поможет остановить Visage по игре. А кто на нем будет играть? Я думаю, что все-таки... Куроки? Не, Матумба, Матумба играл пару игр. Играл, да? Да, да, да. Понял. Я помню как раз-таки, когда играли с заменой, когда они играли с заменой, и когда Хин играл вместо Мирква, Куроки играл на керри, и там появлялся Visage, и Куроки играл на тримхакинге Visage. Я больше доверяю Курокину Visage, чем Матумбе. Реквестирую. В принципе, Матумба, я думаю, не особо парится за выход в гранд-финал сыграть на керри Винге, на суппорт Винге. Да, без проблем, ребята. Ой, да, но в целом не выглядит прям как-то устрашающе. Причем вот сейчас еще хочу подметить, что Винга выглядит логично, потому что для Flight to Moon остался Void, максимально крутой пик против Сларка, но Винга вот этот пик ломает немножко. Кстати, если что, возможно, реально в этом вся идея пика Винги, что Сларка контрит только Void, вот так, чтобы прям наверняка. Ну, на керри, на керри. А тут Винга. Это да, это, возможно, именно так и было тогда, и это очень хорошо и умно, но в сумме я согласен с Артуром, что пик ликвид не выглядит устрашающим, и более того, не выглядит уверенным. Гирокоптера, кстати, забанили. Я вот очень хотел видеть гирокоптера в стане команды Flight to Moon, но теперь придется что-то новое придумать. А увидишь. Темплар ассасин. О, ничего себе, у нас получается ДП на позицию керри смещается. Кстати, неплохой выход, и ситуация отличный выход. Да, я бы сказал, что это вообще самый идеальный расклад, потому что теперь у визажа большие проблемы в миде, ДП очень легко стоит против ассас плюс один, и еще и сверху можно даже напрячь. То есть, на самом деле, вот последний пик все поменял. Да, у вас пик очень крутой, я согласен. Зашел просто на отличный, и теперь у ликвид еще больше проблем подрафта. Скажите, пожалуйста, что у ликвид отличный пик. Скажите, что у них классный пик лучше. У них до сих пор вот прям убрали уже героев. Непонятно, кто пикнул визажа, так и не показали. И, возможно, они там как-то могут по линиям как-то похитрить. Акса в миде, в общем, сейчас увидишь. Что-нибудь подобное. Кстати, Акса темпларку бьет. Да. В этом прикол. Вторая карта. Ликвид против Flight to Moon. Начинается прямо сейчас. Возвращаемся в зал к Лексу и Форсу. И вот она вторая карта. Матч может завершиться очень быстро. 2-0. Будем надеяться на это, что Flight to Moon смогут показать максимум. Как думаешь, вот по пику, по этим героям? Пик хороший. Пик хороший, стабильный. То, чем Flight to Moon привыкли играть. Но, мне кажется, Ликвид смогут что-то такое придумать. Они вчера как раз проигрывали Сларку, которым сыграли LGD. И есть вероятность, что они поняли, насколько это опасно. Он немного пугает. Вот этот герой всегда может изменить игру, которая, казалось бы, могла уже быть точно победной. Templar Canal's Peak. Вот этот герой. Неплохо. Против Visage нужно какого-то персонажа ставить в мид, который способен стоять хорошо. И Templarca — это один из немногих героев, который действительно хорошо стоит. Phantom Lancer был бы идеальным выбором, как мне кажется, против Visage, но Phantom Lancer сами Flight to Moon забанили. Ну что ж, а я напомню, что генеральный партнер турнира Epicenter XL — мобильный оператор Yota. А информационный партнер турнира Epicenter XL — Dance Radio DFM, между прочим. Так, ну что ж, SkyMak 0, Opsic. Пытается сейчас Josh быстренько подойти его поставить. Да, не спалили, ничего не блочит, просто дает Vision. И у нас внизу формируется трипла — Matumba, Might Control и Josh. Пока так. То есть это… Визаж все-таки мид, визаж мид. Нужно свапать как-то линии, мне кажется, Liquid, потому что аксу будет слишком сложно стоять против Best Profit. И задача Liquid сделать так, чтобы их лайнинг был максимально удачным в этой игре. Визаж — это герой ранней агрессии. И, конечно же, позднего лейта, но в мидгейме он может подпросесть. Если не получит хорошего сноубола, не получит хорошего фарма. Слушай, могут попытаться подраться Flight Immune за эту руну. Могут. Все-таки герои хорошие, есть контроль. И вот они в смоке, да, они будут драться. И сейчас нужно быть Liquid'ом крайне аккуратным. Вингу убить очень просто. Герой тоненький. И Куро, увидели. Есть Шарды, Шарды не самые лучшие. Хотя, слушай, неплохо. Каски полетели, но он Грата использует. Использует. Так, а там, кажется, пытаются… А там, слушай, а у проблемы. Проблема-то у Death Profit. Покажите на ДП. Работает Battle Hunger, и кажется, это фраг для Mind Control. Да. Вот это не очень приятно. И в итоге еще и руны, как понимаю, Liquid контролят. Да. Остается одна руна, которая до сих пор пока Liquid' не забрали. Видишь, они свапают лайн. Это вот то, чего не хватает многим командам. Это не вот как-то скованно стоять на линиях. Так, у нас есть кэрри, значит он на легкую. У нас есть хардер, значит он на сложную. Надо уметь играть вариативно. Надо уметь быть гибким. Это крайне важно в доте. Ну, из-за того, что Mind Control прокачал Battle Hunger на первом уровне, конечно, может ему чуть-чуть некомфортно будет. Ну, надо потерпеть чуть-чуть. Ну, второй левел он появится. Будет попроще. То, слушай, там Курьер. Ой-ой-ой. Курьер не уничтожен, там все нормально вроде, да. Хорошо. Ну, Visage в итоге линия будет плюс-минус неплохая, но Сларку в топе достанется, судя по всему. Ну, Сларка довольно неплохой Хапориген сейчас, родной. Его подняли несколько раз. А если он еще Танго накупил, то, в принципе, можно будет постоять. И Манга, который очень популярный сейчас, да. То Хапориген у него, в принципе, плюс-минус хороший. Мы знаем то, что на Сларке желательно дотерпеть до шестого уровня. После этого можно будет эффективно восстанавливать здоровье. Если тебя вдруг прохарасили. Ну, а с седьмым уровнем и четвертым Дарк Пактом ты спокойненько фармишь лес. Да, не стоит забывать, что Танбларке нужно было делать стаки либо самой, либо чтобы была помощь герою важной. Но при этом нужно быть аккуратнее, потому что Акс на центре. Он может купить очень быстро Вангвард и все эти стаки даже подворовать. Нужно быть крайне внимательным. Ну, Фир выходит снова на топ. Ой, очень много крипов Ленограда. Тут три рейндж-крипа. Стан пока на Тузко. Крипов Меркл старается хоть каких-то дэнаить. Поддэнаил одного рейнджа. Ну, это максимум, что он здесь мог сделать. И докупает себе Мэджик Вент. Да, если на предыдущей карте могли Ликвид четвертую позицию поставить все-таки изначально на легкой линии, чтобы немножечко помочь Кэррит, Майнд Контрол небольшие трудности испытывает. Слушай, Курьер все-таки был уничтожен. Я был прав. Вичдок, которого убил Курьера-то. Курьера нет у команды Ликвид. Ну, отличная работа, Флайкл. Что тут еще можно добавить? Пауэрап в топе. Это руна Иллюзий. Кстати, очень крутая руна для Акса, но было бы у него здоровье побольше, он мог бы эту руну использовать эффективно. Так вот, четвертая позиция, к сожалению, не может сейчас помочь команде Ликвид в топе, потому что... Может Меркл убить и Шарды? Там Паунс должен быть. Меркл закрыли, но Град решил, да, просто не терять время. Паунс есть. Меркл просто борется до конца. Сайланд внизу. Умираем. Да, тут выжить намного труднее. Скамак, конечно, как лайн-саппорт, очень сильный. Постоянно спам, если ты покупаешь себе еще какой-то клавитос, то все. Любопытно, что Меркл так разменивается. Один против двух, против Таска. Обычно ты не можешь себе подобного на Сларке позволить. Ну, видимо, на новом Сларке можешь. Видимо, можешь. И пауза оставится. Хм. Смотри, какой снова крип у Нонграда. Как же ему везет. Прямо на входе четко именно Сатира. Бывает такое, что у тебя... Второй группой, да. Что у Громи кроме Сатира есть, но... Ну, Дума забирает своего героя. Сатир — это идеальный крип для Дума. Вот, просто идеальный. И, кстати, на этом лайне это очень важно. Если на предыдущем лайне, когда Нонград оставил против антимага, он Шоквейвом не особо мог харасить антимага из-за спалшилла, то здесь он против Сларка. Сларка достаточно слаб на ранних уровнях, и Шоквейвом можно периодически спамить соперника, но Нонград пока что отспавливается вторым Инфернал Блейдом. На третьем уровне Нонград и не стал качать землю. Естественно, здесь более агрессивная прокачка приветствуется. У Сларка почти нет регена. Уже практически все вывели. Атака на Нонграда. Нонград, ну, нет. Зиг и Феррифайер. Его бесполезно харасить. В этом проблема команда Ликвид, потому что там есть дополнительные ауры восстановления здоровья. И ты вот покусал немножечко Нонграда, он отошел, подрегенился, и у него все хорошо. То есть его ты либо убиваешь сразу, либо ты просто его не трогаешь. Куро пытается убежать. Нонград есть на Фернблейд и Шоквейв. Но нет, Куро очень быстрый. Не хочется за ним гнаться. Плюс Винга это достаточно плотный персонаж. Его так просто не забрать. И продолжать, кстати говоря, Ликвиду сражаться. А тут Скаймак пришел. Вот в чем идея. Есть Паун, Сноубол моментально, грамотно сыгран. Атака на Миракл, Миракл. Нажимает Рапак, но Фира попытка будет убить. Есть Вэйв, Эркенбол, удар от Куро. Есть убийство одно. Нонград отпустят. Но сейчас слабая точка в боте у Ликвид. Там стоит Виседж, который один. Может быть, Лайтумун смогут как-то поднапрячь Матумбу. У него пока четвертый уровень. Пассивочка в единицу вкачана. Она не так сильно защищает. Но Сайлант пока что не торопится призывать своего саппера. Луск приходит на мид. Небольшая помощь для Айсбрега. Хотя здесь у него и так все пока очень хорошо. Отличный крипстат. Есть уже Аквилла, поэтому стоять не трудно. И я вижу смещение от команды Ликвид. Это будут уже атаки. Тут очень приятная руна именно для Ганга. Кура может выйти. Мне очень близко. Но тут пока атака на мид контрола. Это может быть ловушка. Есть Агр. Полетели каски. Мид контрол. Крутится Вертис. Айсберга все-таки бить пока не получается. Айсберг живет. Нажимает Варри Пайер. Ай-яй-яй. Стан получает. Ну и погибает здесь Айсберг. Проблема у Алсвена Флая. Ударострешно работает. От этого не хватает. Два убийства. Убийство на Айсберге, что самое главное. В размен на Акса. Да, Ликвид вовремя вышли в центр. Если бы, конечно, не ганг от саппортов европейской команды, то Ликвид, скорее всего, просто лишились бы своего мидера и никакого ответа бы не последовало просто-напросто. Ну, мы не можем сказать то, что у майнд контрола сейчас прям очень хорошая линия. Да, тут какие-то размены идут. Но Ташка отлично идет по крип-стату. Харасит пси-блейдами майнд контрола. И вроде бы как все будет хорошо. У Айсберга нападают на Сайлент в Коте, но Сайлент раскидывает типоны. И тут Флай, поэтому все в порядке, все под контролем. И стики, и каски полетят, потом и фэрифайр можем нажать. Ну, в целом, визаж здесь каких-то крипов все-таки выносит. Флай пытается подойти поближе, но у него прокачка без моледикта, если я все верно видел. Да, у него нет моледикта. Убий будет китакросс. Каски полетели, каски хорошие от катапульты. Приходит сюда также тузко. Вот это очень круто. Матумба, шарды хорошие. Матумба нажимает стики. Сворм все-таки доходит. Фэрифайр спасает Матумбу. Ай-яй-яй-яй. Убили. Сайлент подошел. Сайлент подошел и сделал удар. Зря разворачивался. На центре атака на Айсберга. Айсберг. Все в порядке. Куру. Батлхагер на катапульте в итоге висит. И... Ой. Айсберг на развороте. Хорошо. Да ладно. Убил. С ума сойти. Не доигрывай. Сайлент делает убийство внизу. Вместе с... No Fear. Освенно Флайем. А Тумба при этом здесь наказать никак не сможет. Да. Немножечко Кура не доиграл в этом моменте. Зря погиб. Все равно он особо сильно пробить не смог. Темпларк у Миракл в топе. Получается, что бойка очень мало здоровья у него остается. Но... У Миракла все под контролем. 5 стиков. Он мог бы их поражать, если бы ему это было нужно. Ну ему это было не надо. Контролировал ситуацию полностью. Но у Дума все прям идеально. Сулринг. Сейчас появятся фейзы. И Сларк будет добивать несколько крипов. И сразу же отступать в лес. Потому что ему нужно будет восстанавливать здоровье при помощи Шидоу Дэнса. Миракл уже смотрит. На центре атака на Акса. Акс нажимает Агр. Подходит Джаш. Но у Фира попытка хотя бы разменяться. Но не попадает Акс своим ультимейтом. Но у Фира живет. Аркабол полетел. Снова пола нет. Вот он отбиваться смысла не было. Джаш при этом здесь будет жить. Но размен-то отличный. О, слушай, айсберг от Утрасвена Флай. Полетели каски. Пробивает рефракшн. Джаша находит. И убивает. И убивает. Кура здесь. Айсберг воюет. Дальше вместе с Утрасвена Флай. Можно продолжать. Рефракшн пока работает. Пробивает Кура. Трюпл килл для Айсберга. И он отсюда уйдет. Круто, круто. В какой-то момент мне показалось, что может быть тут и помощь Сайлента не помешала бы. Если у него там был бы шестой уровень. Не был бы экзортизм. А вот и Сайлент. Но Сайлент атакует прямо сейчас. Майн контрол. Сифон есть Сики. Феррифайр. А Грунсифон работает. Пока есть Регену Акса. Напоминаю, ультимейта нет. Это момент важный. И очень приятный для Сайлента. Телепорт есть от Вичдоктора. Все-таки Сформполь и Телекаски. Можно разменяться. Это будет целое не такое шепло. Ах, да. Как же не вовремя. Не повезло здесь. Fight to Moon. Но Думба в итоге убивает. Вичдоктор очень сложно играть против Висаджа. Это такой саппорт, который ничего не может противопоставить такому сильному персонажу. И скорее всего Флай будет умирать в этой игре. Миркл разменивается с Нонграта. Можете заметить Думбол? Миркл. Есть у него Шадоу Дэнс. Он его кастует. Здесь полетел Шоквей. Подходит Кура. Кастует Станкл. Миркл отступает. Надо понимать, что если сейчас пойдет как-то до конца, то его могут убить. Абсолютного фрифарма у Сларка нет. У него всего лишь 2300 золота. Пытаются забрать здесь Думба очень быстрый. Но у него и хапориген очень хороший. Тузский. Сноубол. Вот так вот полетели. Подходит остальная команда к Лайтуму. Он может убить Кур, пока размер погибает. Уз приходит Айсберг. Двойной урон у Айсберга. И можно здесь решать. Минус раз. Минус два. Айсберг, правда, получает лишь ассист, но очень вовремя сюда пришел. 5-1-2. Да, зато в этот момент в центре Флай не теряет время. Получает там экспу. Ему, конечно же, важен хороший уровень. Нужно и Маледикт все-таки потихонечку прокачивать. Все-таки это основной темат. Ловушка взорвалась. Айсберг. Рискует умереть. Сейчас летят каски. Отлетают от Фамильяра. А каски какие хорошие. Еще одна ловушка взрывается. Подходит. Надо быть аккуратнее. Тут все-таки телепорты. Тут Скаймак. И лучше просто уйти. Свап у Винги нет. И Айсберг уйдет. Очень нужны шестые лвела игрокам. Ликвид. Их саппорты. Сейчас мало что могут противопоставить саппортом с Лайтумун. Только вот как-то отспамливаться потихоньку. Но Айсберг не боится этих голубей. Эджи Эйч. У него есть рефракшн, который спасает его в таких ситуациях. Ноуфир. Горит. Но чуть-чуть получает регена от ауры восстановления здоровья. Ох, Флай. Мне кажется, Флай спалил, что Куру поставил в арту. Таким можно попытаться убить Куру. Раздаварить. Хорошие шарды. Подходит Нонград. Нажимает землю. Ноуфиры бы желательно как-то подставить. Ноуфиры и Стики. Стики нажимает. Майт контрол. Ультимейт был нажать его не смог. Релитит Аркомболт. Убивают Ноуфира. Ну и за Оуфиром в погоне. Конкассив шот. Птицы сели. Майт контрол. Ноуфлай отпускать не должны. Да, его здесь продают. Но хорошо здесь Ликвид вышли. Смогли наконец-таки отомстить. Хотя до сих пор смотрю общую ценность игроков. И все прям очень круто для Flight to Moon. Да, в пике Ликвид пока... Виседж должен являться плеймейкером. Вот как раз с Фамильярами он может ходить, делать много фрагов, убивать саппортов. Ну, по крайней мере, Вич Доктора мешать Темпларке. Ну и в ближайшее время Акс тоже должен немножечко подсобраться. Купить Блинк или Онгуард. Наверное, все-таки Блинк он будет покупать. У него там было полторы тысячи золота, когда мы его последний раз видели. Майт контрол. Он Ультима Флай видит. Баттлхангер конкассив. Это драка под Шрайном. Да, это похоже на бай. Да, и телепорты можно ждать. И тут уже Айсберг. Акс стоит абсолютно без ману. Дарст Мелл до этого слишком мало. Сайленс по Темплар Ассасиен. Джаш пробивает Арканболтами. Летят птицы. Баттлхангер подходит. Он Унград и есть ультимейт. Полетел Сноубол, но хотя бы Куру убить было бы круто. Но фердует Шарды. Закрывает частично Скаймага. Но никого убить не получается. Хотя, слушай, могут попытаться убить Визажа. Там Матумба. Там, по-моему, убивают Акса у нас. Вот-вот-вот. Вот он Матумба. Дум дает. И успевает. Хорошая работа. Скаймага дает Сайленс. Но Матумба и уходить не должен. Шарды перекрывают проход. Матумба в итоге погибнет. Слушай, получилось все даже круче, чем Флайд Уман могли представить. Дум не использовался в ультимейт. И Джашварде помог, а вроде и нет. Да. Показалось то, что Акса убивают. Но это был Матумба. Матумба оказался в крайне неудачной позиции в этой ситуации. Он там, по-моему, за Сайленсом шел до конца. Вот что-то в этом роде происходило. Да-да-да-да-да-да-да. Хотел. Хотел он как-то поднапрячь своего оппонента. Айсберг получает. Баттлхангар. Ну что, мы ждем комбинацию от Ликвид в виде блинка Акса и ультимейта Скайверс Мейджа. Но потом у нас находится Мирикл. Мирикл должен мантить сейчас для того, чтобы получить дополнительную скорость. Фейза скоро появится? Нет. И все-таки уходит здесь Мирикл. Остается в живых. Ситуация у Мирикла, конечно, не очень хорошая. Он проигрывает Темпларке 2000 золота. Деспрофит он проигрывает 1000 золота. И до Shadow Blade ему еще нужно фармить и фармить. Ну а у Матумбы, как у персонажа, который должен являться плеймейкером, у него все тоже не очень хорошо. И это проблема для Ликвид. Пытается напасть здесь на Нофира. Нофир, скорее всего, погибнет. Не успевает он даже Snowball использовать. И Ликвид все-таки какую-то микроагрессию здесь демонстрирует. На центре давят в Flight to Moon. Могут попытаться забрать башню. Используем глиф. Да, есть экзорцизм. Но пока Might Control защищается. Вышки, вышечки стараются забирать Flight to Moon. Нужно ограничивать. Фарм своего соперника вышки. Это очень важно. Почти есть Блинк. Если это будет Блинк Даггер, то мы идем Транквилл. Никакого Вангварда. Честно говоря, голый Блинк на аксе здесь не очень хорошо смотрится. То есть Блинк-то он купит, он сможет инициировать. Можно будет делать какие-то пик-оффы. Но в крупных тимфайтах, если Mind Control сможет подцепить колом только одну цель, то его могут очень быстро убить. Сейчас Сайлент восстановит свое здоровье. Очень приятный момент. Сайлент. Возвращается в лошадухе. И, слушай, каски-то очень крутые. Сворм сверху. Джаш под Маледиктом, он должен погибать. Он еще до конца попытка. Хотя будет Сайлент. Работает Сифон. Есть Дежебинга. Есть Вейв. Сайлент с Сифонами очень сильно отъедается. Еще один Сворм. Не получается. Не попадает. То есть и Mind Control. Деспрофит все-таки погибает. Но размен получается не самый плохой. Куру делает Телепорт. Сноубол успеет или нет? Нет. Не нужно успевать. Просто один Айсберг делает убийство. Сноубол не потребовался. В конце концов убивают и Вич Доктора, и Деспрофит убивают. Игроки Ликвид. Но мне кажется, что этот размен не очень удачный для Ликвид. Ну, Сланг, конечно, получил пространство. Да, это неприятно. Плюс-минус неплохо. Конечно, не все так печально у Ликвид сейчас, как может показаться. У них действительно неплохой пик. Они могут сражаться. У Матумбы должен быть Доминатор уже. Нужно пойти какого-нибудь крипа хорошего забрать. Как раз Доминатором Виседж становится максимально опасным. Вот Доминатор и Солар Крест. И все. И Виседж будет очень сильно. Тут Дезолятор на 13-м вместе с ПТ с Аквилдой. Дезолятор подъехал. И это, конечно... Это просто нереально. Любой контроль. Тут был Освенов Флай. Шарды. Хорошо. Агр мимо. Майтконтрол ошибается. Ай-яй-яй. Освенов Флай, возможно, придется отпустить и даже разменяться. Майтконтрол. Панч. Подходит Айсберг. Удар Свелда. Просто уничтожил. Освенов Флай погибает от Вейфов Турора Винги. Но размен-то отличный. Тут еще и Джашес, Пеликон Кассив. Шарды. Шикарные шарды от Нофира. Как же Нофир. Круто отыгрывает на этом герое. Выкупается Акс. Подходит Хура. Подходит Матумбомена. Удумает Суртимейт. Айсберг прячется. Айсберг перечится. Получает Агр. Ром под рефракшн. Сноубол отличный. И снова Нофир. Заработай. Можно убить Хура. Есть свап. Майтконтрол. Айсберг. Попыткупить силами-силами. Соласамшн. Птица есть. Удар стопора. Наконец-таки убили Айсберга. Много денег. 800 для Майтконтрола. Сайлент снова готовить подойти не успели. Продолжают погоню за Нофиром в данный момент. Сларк и Акс. Сноубол очень можно выиграть немножко времени. Уиграет. Умирает. Или нет. Кастуется Сноубол. Пока нет. Но он погибнет, конечно, со временем. Но он выиграл много. Много времени. И фраг пытается отдать Мерклу. Меркл делает убийство. А Блинк появляется в Майтконтрол. Фух. Да, вот он Блинк. Но Акс выкупался. Я сейчас правильно помню в этой драке. Всё правильно ты помнишь. Акс потратил деньги на байбэк. Но это нужно было сделать. Там фрагу следовало как-то остановить. Дум. Есть ультимейт. Тратить не хочется. Куро. Очень быстро его убивают. Каски. Маледик. Да, убийство четко, быстро. И забирает один. Как же Флайтумун. Они круче смотрятся сейчас. Они интересные. Они как-то активные. Туда-сюда. Вот эти вот макро-решения. Куда-то выйти. Майк-контрол в невидимости. Но его видели на центре. Его видели на центре. Сайланс. Вишена побольше нет. Ну понятно, никаких дастов никто не покупал. Миркл с Шадоу Блейдом. Он может попытаться сейчас ворваться. Но слишком мало. Есть дум. Нужно быть очень аккуратным. Ты обрываешься, получаешь дум. И непонятно как. Жажда Звард. Маледикт. О Сану Флай просто солит. Миркл не так много героев может убить за прокаст. Скорее всего только Вич Доктора, который отбился там от стаи. Может быть с фамильярами Висаджа удастся это сделать. Но пока что Ликвиды вдвоем идут гангать. Рошан упадет за 10 секунд. Ликвид думают, что в боте очень много крипов. И кто-то придет туда их дефать. Кто-то придет туда их фармить. Но Флайт и Мун не идут фармить. Они идут просто забирать Рошана. Точно так же поступили Ликвид на предыдущей карте. И Флайт и Мун отвечают им той же монетой. На это Аегис для Темпларки. Дважды убить его в драке? Ну просто невозможно. И уж сразу же драка для Флайт и Мун. Врыв на Куро. Шарды. Есть Скаймак дает Сайланс. Пока выгоняется с драки Туск. Попытка быстро убить не получается. Но Грата идет дальше с Джашем. Ударца Фернблейда. Это минус Скаймак. Два убийства сделано. Дальше. Может быть будет какое-то продолжение? Нет. Ликвиды просто расходятся. Понимают, что драться в меньшинстве я здесь шансов 0. Экзорцизм заканчивается. Ну и Сларк в невидимости. Но Грата ставит в центре. Ой, 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 ой. Ну как же они круто играют. Как же они читают. Просто видят все. Есть Шрайн. Сларк пока живет. Акс здесь. Надо бы как-то Сларка добить. Врывается Акс. Отличный. Агр по двоим попадает. Улсвен офлайн никак не может за этим Сларком один гнаться. Дум вот его закончил. Сларк пока еще живет. Но Грата дальше. Майт контрола параллельно убивает Айзберг вместе с Сайлантом. Сларк все-таки уходит. Все равно плохо. Все равно плохо для Ликвид. Пускай и при помощи Думы не удалось забрать. Миракл. Просто но Фир за Миракл он гонится. Но под ускорением. Не боится. Так. Миракл сейчас должен был заметить Курьера. Который принес Юл Сайланту. Но Флайт Умэн очень грамотно этого Курьера отконтроливают. Не хотят отдавать его Сларку. Там в Рыхлоте Пларк. Скаймак остался буквально на 5 хп. Айзберг под замедлением. И Джаши отпускают здесь. Да. И ловушкой его тоже добить не удастся. И Курьера смотри как контролит. Они не дают отдать. Он только что прилетел. Наверняка Миракл хотел бы этого Курьера забрать. Потому что он видел. Они вот все читают. Все эти моменты. Максимально грамотно контролят макро-моменты Флайт Умун. И вот за счет уничтоженного Рошана, за счет забранного Аегиса намного сильнее сейчас Флайт Умун на карте. Ну хотя бы на Уфира попытаются убить ребята здесь. Он будет тянуть время. Там параллельно убивает Сларк. Ну и погибает Нофир. На топе Сларк все-таки уходит Shadow Dance. Через Shadow Dance. И надо отсюда уходить. Ну знаешь, Always on a Fly это единственный игрок команды Флайт Умун, который будет так сильно страдать от прокаста Миракла. Пока что. Пока у Миракла нет там сильных артефактов. У Саланта все-таки есть EU плюс Сифоны. Темпларка с Аегисом в данный момент. Дум достаточно толстый. Если не будет какой-то помощи, то в соло Миракл делать так много фрагов не сможет. Смоук завершается у Акса. У Силы будет ловушки и Айсберг. Ищут Ликвид возможность сейчас как-то сыграть на карте. Убить какого-нибудь героя, который одиноко будет фармить. Но в Лайт Умун не распределяются слишком сильно. Они стараются собирать максимальное количество фарма на своей половине карты. Контролить баунти руны и при этом не подставляться. Под колы Акса, под Сларка. Пока Флайт Умун действует очень грамотно. Есть экзорцизм. Шарды Матумба. Там должен быть свап. От Винги Винга должна как-то помочь. Винга пока не свапает. Экзорцизм уже использован. Матумба соло Самши на развороте. Хороший Сайлент. Как же круто Сайлент здесь играл. Матумба попытку убить до конца Фрэйл Блейд. Идет науфир дальше. Матумбу. Убивает Матумбу. Это не конец. Возможно только начало Куро. Вадурно висит. Идет Айсберг. Ловушка взрывается. Куро погибает от Сформа. Но он Грата побежал просто за Курьером. Но конечно догнаться для него очень трудно. Там еще и погоня за Скаймагом идет от Айсберга. Айсберг должен убивать Скаймага. И он делает. Написано минус 4. Почему так легко? Ликвиды выглядят просто беспомощными. Почему так легко? Автоеул у Айсберга ворвался Акс. И он своим Еулам не дал ему сделать вообще ничего. Хотя я сомневаюсь даже если он попал пол. Эти сайлансы. Венгани может нажать свап. В итоге Матумбу продают один. Миракл выиграть здесь не может. Это не паб. У Айсберга сейчас есть дезолятор. Это просто минус Т3 вышка на 19 минуте. Сейчас Флайс и Му на 19 минуте заходит на хайграунд победителя за Интернешнл прошлого года. Вот так вот притом легко. И еще находит Миракла. Миракл. Панч. Миракл. Успевает. Жив. Пока жив. Но его не отпустят. Душить. Тут других вариантов просто нет. Свором в Миракл. Таверна. Да. И победителями. Дум остается. Ультимейт у Дума не использован по-прежнему. То есть может быть на хайграунд попробовать дальше. Смог использовали. Флай ту Муну. Но здесь уже у Липпи достаточно хорошая позиция. Сларка нет в минуты. Да. Они готовы принимать бой. Пытаются напасть на Айсберга. Айсберг получает дэмэдж от фамильяров когда заканчивается рефракшн. Причем довольно много. Кура кажется готов если что слабость. Там каски полетели. Просто нереальный врыв от Айсберга. Дальше. Акса убили. Акса не будет полминуты. И Дум. Матумбу просто выключает. Есть свап. Но урон продолжает идти. Там Диспрофит чуть и уже не Т4 бьет сайлент. При этом выживает. Выкупается визаж. Ноуфир дает шарды. Кура также в таверну. Они по Т4 на двадцатой минуте уничтожают команду Ликвид. Выбили Айгис. Попытка убить Нонграта. Есть сноубол. Последний момент. Нонграта. Все-таки погиб. Айсберг делает блинкаут. Уходит. Ребята решили что не стоит. Наверное надо пока остановиться. Птицы. Успеетесь. Да успевают. Но это будут два убийства. Ноуфир уже успел купить свой блинк. Он погибнет здесь. Но деньги он потратил. Он не теряет сейчас совершенно ничего. Тридцать два двадцать два. Это сколько? Это пятьдесят четыре фрага на двадцатой минуте? Хотя чего мы еще ожидаем от СНГ коллектива? Да. Это. Ох. Прямо. Это сильно. Вот и ДД. Это серьезно. Да. Но Рошана не было. Там есть один парень, которого можно задушить теоретически. Он не смотря даже на агр. Вот реально не смотря на агр. Нужна помощь. Но Майт Кролл видел что там есть айсберг и что они твойный урон. Он не полезет один. Нужен Скаймак. Туда подходит еще и Миракл. Здесь же Олвис в нафлай. Ставится ловушка. Окей. Майт Кролл видит Миракл. Также должен еще заметить. Выходит Нонграда. Ультимейтл. Дума нет. Может быть какой-то крип полезный. Может какой-то стан есть. Ставится сентри. Миракл просто фармит линию. Выходит Нонграда. Находит Майт Кролл. Ударится Фернаблейда. Полетели каски. Врыв на Майт Кролл. Просто нет слов. Просто нет слов. Какой же урон. Нонград идет дальше. Под землей. Джаш. Взрывается ловушка. Замедение просто дикое. Скаймак также отправляется отдыхать. Ну и Нонград идет фармить. Есть Райны и можно их побить уже на 22 минуте. Не проблема. Долго, долго будут его разбивать. Хотя конечно перед следующим Рошаном. Сайланд рискует умереть сейчас. У него есть Йолун. Может немножечко пожить. Но Миракл скорее всего его не отпустит здесь. Подлетают еще и Птицы и Висаджи. Мало ли там что-то произошло. Кура стилит фраг. Вот это зря наверное получилось. Там много очень денег. Миракл эти денежки вот прям крайне важны. Каждая копейка. Каждый стрик. Да надо как-то растягивать игру Ликвидом сейчас. Потому что в данный момент они смотрятся очень слабыми. Акс, который вообще не может себя совершенно никак показать. Оллес он на флай. Он задевардил, но погиб. Задевардил, но погиб. Такое бывает. В топе No Fear. Пытается уйти. И уходит до телепортации. Джей еще ничего не сможет там сделать. У него наверное даже урона не хватит тем временем. Дум по Аксу. Миракл врывается на айсберга. Миракл можно так же вкусить. Миракл будет ультимейтинг. Скорую тему и закончится. Айсбергу больно. Айсбергу больно. Есть Риген Пайк. Уходит Лоугаунд. Летит Лоу Сапшн. Уходит Мелт. Птица садится одна вторая. Но там есть Даст и убивает тетки айсберга. Проблемы также у Дума. Дум. Мистик Флайвер плюс Сайланс. Но Грата под замедлением также отправляется в таверну. Ну что ж. Минус 2. До этого убили Вич Доктора. Суммарно минус 3 в размен на Акса. Там плака очень уязвимо против такого высокочастот самого урона. Уф. Успел. Но тут свап. Но тут свап. Если его снова хотят убить. Сноубол пока тиммейту дает. Успевает. Есть хороший дезвард. Плюс каски летают. Кура убили. Проблем также у Джаша. Минус 2. Матумба на Лох на Бен. Уже крайне аккуратно нажимает. Грэпчилл подходит немножко назад. Врывается Миракл. Мофир. Попытка убить. Мофир падает. Сайлант под экзорцизмом. Под сифоном. Регенится быстро. Матумба. Там буквально на 150 хп очень было бы круто Матумбу добить. Но только карапульты и клипы это делают. Сайлант идет вперед. Отконтраливает Матумба. И Сайлант открывается. Есть свормы. И Матумба в таверну. Все это без айсберга происходит. Момент очень важный. Чуть-чуть передавили Ликвид. Но должны они, видимо, были сделать какие-то фраги. Очень важно не отдать сопернику следующего Рошана. А если уж и отдать, то очень сильно запушить все остальные линии, чтобы игроки Flight to Moon не пошли на хайграунд, а просто вернулись и пытались дефать. Миракл. Семнадцатый уровень. Пока что семнадцатый. Скоро восемнадцатый. Готовится покупка Скади. Со Скади Миракл будет крайне опасен. Появляется первый Ultimator у керри команды Ликвид. Там выход от Flight to Moon. Там выход Flight to Moon. Матконтрол. Сразу же Дасты. Матконтрол. Матконтрол. Приобретали Flight to Moon. Матконтрол. Ну, если что будет свап, надо быть аккуратнее. Здесь Сайлант рвается. Есть Сайлант хороший по двоим. Акс все-таки убить не получается. Сайлант идет дальше. Соранда не получается. Параллельно Миракл делает убийство на Alls One of Lies. Сайлант также трудность. Сайлант пытается отсюда убежать. И Сайланта здесь также убьют. А это еще и NoFear, который также получает агар и отправляет Савера минус 3 для Liquid. Ни в коем случае нельзя недооценивать Visage. Visage мертв, но его птицы живы. И они очень много демэджа наносят. Готовится айсберг пушить бот. Он понимает то, что недавно игроки Liquid были в центре, делали там фраги. Но здесь уже у Айсберга, кажется, проблемы. Блинк есть. Но Миракл контролирует его отличный блинк. Айсберг, и он просто бежит. Но здесь Кура. Кура, если что, может свапнуть. Он свапает Айсберга. И, кажется, мидер команды. Флайтумун рискует сейчас умереть. Да, это очередной фраг для Liquid. Не очень приятная ситуация. Очень много. Для Redding. Очень много. Не будет на Пларке еще минуту. SolarCrest появляется у Винги. И Рошан появился. Не стал. Не стал Матумба тратить дополнительные... Поймали. Это скорее всего фраг. Птицы. Они не должны отпускать. Конкассив, замедление. Сайланс и Миракл. Красиво. Просто прыгнул на него. И забрал фраг. Видят. Видят Рошана Liquid. Но как они могут его быстро убить? Хотя, в принципе, с Solar'ом Винги... Сларк, смотри, какие статы интересные. С Solar'ом Винги и птицами они заберут Рошана. В Templar'ке нет 30 секунд. Да, там еще Wave от Винги нет. Все очень просто. Все очень просто. Все очень быстро. Да. И Рошан... Не стал выкупаться Айсберг. Но Фир думал оборваться, нажать blink. Но решил в последний момент отойти назад. Второго Рошана забирают Liquid. Это Сыр и Аегис. Ситуация меняется на карте кардинально. Появляется Solar и у команды Flight to Moon. Этот Solar будет помогать как выживать против атак Liquid, так и делать какие-то быстрые фраги под Templar'кой. Ставит варды Liquid и готовы, кажется, нападать. Хотя, в принципе, им можно еще пофармить, если они хотят добрать какие-то артефакты на Сларке. Байт на Дума. А тут, кажется, засада. Тут засада. Видит Нонградл. Хороший колл. Хороший Агр есть. Моментально убивает Дума. Дум выкупается. У нее все-таки есть ультимейт. Полетели каски. Ставится дезвард. Попытка быстро убить Матконтрола. Хороший идеальный жарт у Куру. Позреваемый свап. Все-таки Акцет гибает. Проблемы у Куру. Куру можно убить Драссмелд. Работает Сифон. Минус возделана в размен на Дума. Дум пока не может найти, что ему делать драки. Дум. Liquid больше не хотят драться. Они зафорсили байбека. Они заставили соперника использовать экзорцизм. И все, что нужно сделать... Они еще и гемы добры. Боже, как же неприятно. Гем, который есть у Сларка, это гем, который покупал Always on a Fly. Если я не ошибаюсь. Если я ничего не путаю. Миракл, да, уже... И он идет охотиться. И у него есть гем. Там центри стоят, конечно. Пока, правда, Миракла не видят. Если что, Миракл уйдет. Потому что у него есть гем. Он будет видеть эти центри. Он поймет, что его видно. Он поймет, что он ничего не может противопоставить. Как же он режет? Больно и неприятно. Дополнительные секунды для Паунса забирает Миракл на двадцатом уровне. На двадцать пятом уровне Сларк становится невероятно опасным из-за таланта, который позволяет... Это дум спайбека здесь. Видят, видят Миракл на двадцатом. Он промахнулся. Паунсом на двадцатом разворачивается. Дает Doom. Дает Doom, но... Помощи никакой нет. Ну, пока что нет. Разрушает ловушку. Помощи много. Куро есть свап. Куро должен свапать. Туцк выкупается. Куро, что по свапу, свап можно сделать чуть позже. Но идеальный Слайнлс. Просто Вингу выгоняет. Можно пытаться убить Сларка дважды. У Сларка, правда, есть ультимейт. Миракл выходит на контратаку. Слайнл поднимает себя просто в юлу. У него минуту. Миракл гонится дальше. Но он гра-то... Ну, очень быстрый. Под вышкой не полезут. Проблема была в Аегисе Миракла. Если б Рошана Ликвид не забрали, то Миракл бы погиб после этого дума. Ну, естественно, Ликвид вступили в этот тимфайт исключительно из-за того, что они доминируют на карте сейчас за счет того Аегиса забранного. Четко. Четко играют Ликвид. Хорошо они камбэкнули, но игра для Flight of Moon еще далеко не закончена. Они будут бороться. Они будут сражаться. Выходит снова Миракл. Миракл понимает, что без думы сделать ему что-то будет крайне трудно. Акс. Там Баттлхангер. Сайланта убить не получается. Он даже не нажимает юлу. Чуть-чуть подрезал статов Миракл. Он не хотел здесь делать какие-то фраги. Ну, если бы у него получилось, он был бы не против. Но он просто понимал, что никаких фрагов он здесь не сделает. Он просто напал, подрезал немножечко статов. И сейчас будет вместе со своим коллективом пушать Т2-вышку. Работает аура Альфа Волка, которого Матумба Мэн переманил с помощью Доминатора. Сыр есть у Виседжа. У него 19 уровень. Скоро 20. На 20 очень крутой талант есть у Виседжа. Если вы помните, что у него за таланты. И он станет намного опасным. Намного более опасным. Да, это, конечно же, скорость для Гаргулей. Ликвид и камбэкнули, всё. Казалось, в один момент, что Флайт Уму эту игру уже не отдадут вообще никак. Казалось. Они зашли на хайграунд на 20 минуте. Там было преимущество просто какое-то неадекватное. Хорошая горочка. Да. И по ХП, и по золоту. Очень серьёзно. Вырвались вперёд Ликвид. Надо играть от Дума. Если Сларка задумит, то шанс есть. Если Сларка не думит, непонятно, чем его ещё контролировать. Ну, правда. Всё зависит от реакции Миракла, конечно. Уйдёт он в Шадоу. Ну, и Кура тоже может его спасти. Это тоже нужно понимать. Если вдруг будет какой-то неудачный макро-момент в тимфайте, или микро-момент в тимфайте, то Кура просто сможет свапнуть своего кэри, отдать себя и дать возможность Мираклу активировать Шадоу Дэнс, как-то пожить, подрегениться и вступить в тимфайт снова. Или наоборот отступить. Это будет уже зависеть от ситуации в игре. Появляется Дум, отступает Ликвид, перемещается на топ. Там очень пропушенная линия. Акс Блодмейл Блинк. Не похож, конечно, на Акс, на такого прям классического мидера, но здесь у нас визаж скорее. Вторая позиция, Сларк первая, Акс третья. Смоук нажимает Флайт Уму. Ну, нужно выходить. Нужно эту Дум как-то реализовать. Темпларка Оркит Пика. А Оркит может быть весьма неожиданным для Ликвид. Даже против того же Сларка, да. Если Сларк не успеет нажать Дарк Пак, то он... Убить его можно очень быстро. Он может умереть действительно быстро. Нограта выходит. Ставится ловушка на Рошана. По-моему, должны были заметить птичек. Птичек-то заметили. Айсберг на центре. Это, если что, без айсберга все происходит. Айсберг просто давит мид. Ну и все, улетает Ликвид. Подловить бы того, кто здесь остался. Кого-нибудь, но нет. Не в ту сторону немножко... Ну, не знает, Flight of Moon, куда идти, где искать. Ну, там стояла ловушка, но, видимо, достаточного вижена она не обеспечивала ребятам Flight of Moon, и поэтому никого подцепить не получалось. У Тузка там блин есть. Если бы он хоть кого-то видел, он бы наверняка ворвался и телепорт сбил. И это был бы легкий фраг для Radiant, но, увы, никого подцепить не получилось. Смог покупает очередной Flight of Moon. Хотят сражаться. Самое неприятное для Flight of Moon сейчас это возможность сплит-пуша Ликвид птицами. То есть, если вдруг возникнет такая ситуация, когда Flight of Moon будут уверены в тимпайте в своем, захотят драться, Висач может просто отправлять птиц по одному из лайнов, пушить линию. Если вдруг начнется тимпайт, он просто их перевызывает и начинает драться с оппонентом. То есть, у Ликвид действительно очень много опций, как можно сыграть здесь. Плюс еще талант на мувспид для птиц. Это еще проще позволяет тебе сплит-пушить. Контроль от Ликвид руны волшебства уже долго и никто не подбирает. Видимо, ждут момента, дабы подобрать. Но это делает Миракл. Он там стоял очень долго. И, очевидно, с этой руны пойдут Ликвид нападение. Да, из-за того, что Рошана очень рано забрали Flight of Moon, третий может тоже заспавниться достаточно рано. А Refresher Shard для Сларка — это фактически второй ультимейт. Это дополнительная неуязвимость, скажем так. Миракл будет очень доволен, если удастся так разыграть макроситуацию, что именно Ликвид заберут. Рошана готовится атаковать здесь Ликвид. Миракл подходит. Миракл подходит. Миракл подходит в центре. Но этот центр будет моментально уничтожен. И дополнительные статы для Сларка. Ну, в общем-то, и деньги. В общем, там 250 золота. Почему бы нет? Ведь Доктор без байбека, поэтому надо отступить пока Flight of Moon. Меньше твит драться не стоит. А, все очень трудно. Ждем Рошана, и там будут решаться. Потому что для Flight of Moon, конечно, Refresher тоже не помешает. Там Flight of Moon, скорее всего, придется вступать в тимфайт. Но от Грата нужно дофармить Шиву. У него есть уже талант на дополнительное золото с Деваура. Да. Зал, конечно, поддерживает Flight of Moon сейчас. Надо, надо. В этот тяжелый момент. Конечно, ребята уже чувствовали, что все, победа близка, но... Несколько ошибок, все изменилось. Но, как ты сказал, ситуация еще не потеряна. Играть можно. Я бы даже сказал, это прям не такие уж ошибки в Flight of Moon, сколько просто блестящая игра от Miracle в один момент, когда он напал на Ташку, сбил Refraction, и там уже подоспели птицы Visage, и Айсберга все-таки несколько раз удалось убить. Это очень важно было. Блатторн для Айсберга. В какой-то момент Айсберг хотел покупать БКБ, но сейчас он передумал и берет атакующий артефакт, считает то, что пики и блинка, и Refraction ему будет хватать в этой игре. Для того, чтобы спасаться, Бринг появляется у Дума. Теперь можно врываться первым и дизейблить, например, Сларка. Ну, когда у противника гем, конечно, трудно как-то подойти, неожиданно и нажать с ультимейт. Вот, вот, вот. Теперь это будет делать немножко попроще. Разметно два вышка. Можно зафорсить соперника. Миракл пойдут дальше. Обратно. Флайтумун действительно пойдут дальше. Они должны зафорсить игроков. Ликвид вернутся и теперь отступить. Правда, птицы потом побегут. Кому-то так же нужно телепортироваться. Да, птицы продолжают пушить. Птицы бьют очень больно. Вместе с крипочками. Ну, вот, это как раз то, о чем мы упоминали где-то минут 5-10 назад, что в макро игре Флайтумун намного слабее. Вот, в данный момент. А, Миракл. Миракл хочет поймать. Но ведь Айзберга у того нет БКБ. И там птицы. Раз, два. Сайлент есть. Хорошо, Миракл уходит. И башер есть. Сайлент. Есть Юл. Тут надо задумать. Хороший Сайлент. Ах, не успел, не успел. Совсем немножко Ронграта. Но Миракл они хотят отпускать. Дальше темпу рассадят. Помешать ему сделать пауз. Пауз пошел. Но Сайлент прыгает. Еще один Сайлент. Убили Сларка. И здесь уже нельзя сражаться. И остался Дум. Ликвид хотели бы подойти здесь и как-то помочь своему Хэри. Погатились. Будет ли выкупаться Сларк? Это очень опасно. Потому что Дум остался. Могут задумать. Айзи прикрывается дальше за Джашем. Есть Дасты. Есть Латорн. И Скаймак также в таверну. Как же не вовремя Миракл погибает. Ведь следующий Рошан может очень скоро заспавниться. Не выкупается. В юл подняли Матумбу. Матумба. Ловушка. Сайлент здесь свапку. У себя продает. Дум все-таки на Матумбу. Сларк сразу убит Дум. Сразу же выкупается. Матумбу нужно убить. Это очень важное убийство. Выкупается Винга. Выкупается Скаймак. Выкупается Скаймак. От Майн Контролла. Чудовищно. Раз, два, три. Делается убийство от Ликвид. Ну и Тезвар сбивают очень быстро с помощью Эншен Сила. Врывается Айсберг. Джаш нажимает просто ГОС. Пробить Показской магой невозможно. Использована Даст. Айсберг. Под Сайлентом. Майн Контролл разворачивается. Один. Один против всех Айсберг. Делает убийство. Полетели птицы. Рефракшн. Врывается Матконтролл. Баталхангер. Стан. Миракл. Убийство есть. Но это байбеки. Это конечно минус пять. Но очень много байбеков. Все 30 минут Майн Контролл играл, ну мягко говоря, не очень. Миракл. Здесь одним врывом. Он просто нивелировал все свои ошибки, которые он допустил до этого. Может он спас драку сейчас. Если бы не этот врыв. Безусловно. Безусловно он спас драку. Миракл. Ай-яй-яй. Я-яй-яй-яй. Айсберг также умирают дополнительные статы Мираклу. Гем по-прежнему у Ликвид. И там заспамнился третий Роша, неужели Флайта Мун не будут за него стражаться. Быстро сбывается спеллблок. Здесь есть террор от Кура. Работают Птицы. и третий Рошан падает невероятно быстро. Может быть, ноуфир прилетит, как-то сыграет. Ну, хотя это риск, конечно, врываться сразу же в таверну, отправляться. Да. Это Рошан для Ликвид. Очень важный Рошан. Это Aegis Shard. Кому отдадут Shard? Очень важный момент. Пока что Shard забирает Mind Control. А два кола, это, кстати, тоже довольно неплохо. Представляешь, если Mind Control вырвется в очередной раз в тимфайт и вместо одного кола даст два, например. Это вполне реально. Темпларки еще не будут полминуты. Ликвид уже заходит на базу. Меркл начинает грызть Т3. Очень быстро, с птицами. Не хочет, не хочет Айсберг выкупаться, но наверняка... Может быть, и смысл отдать мид. Больше кроме мида ничего не отдашь, я думаю. Время будет. Да и экзорцизма нет. Да, наверное, тут... Да, то есть это непонятно. И дума нет. В принципе, если сейчас как-то Флойд Томуль круто драку проводит, убивает героев из байбека, они сами идут на базу и так же сносят. Минус мид это не страшно. Между прочим, да. Между прочим, у Ликвид байбеков тоже нет. Ну что значит тоже? У Флайта Мун байбеки есть. Просто если бы они сделали их, не могли бы подраться, конечно, теоретически. Но правильно сделали, что не активировали байбек, не стали вступать в открытую конфронтацию без экзорцизма. Это делают бессмысленно, когда у соперника сыра, Егис, Рефрешер, плюс еще ультимейты у Дума. Нет, 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 нет. Флайта Мун говорит себе, так, ребята, мы в одном шаге от победы сейчас. По картам. Давайте вот соберемся и выдадим свой максимум в данный момент, чтобы не пришлось играть третью карту. Ну а Ликвид, естественно, нужно дожимать. Им нужно дожимать, потому что им нужно сводить эту игру к третьей решающей карте. Пока карту до сих пор непонятно кто кого. Айсберг нужно оставлять байбек. Пока покупать нулифайер невозможно. Нужно очень много денег накопить. Флайта Мун купили еще один гем. Там бегают сейчас, дивардят весь вижен Ликвидов на своей территории. Остались Рейдент без мида. Но это, в принципе, не так страшно. На 36-й минуте Ташка отлично убирает волны крипов. И с этим справляется и ДП, и Дум неплохо. Так что отпушивать есть кому. Айсберг продолжает фармить. Хочется 25-й все-таки получить передрешение. Аганим на Скаймаге? Да. 18-й уровень Джейдж. Буквально с Гостом и Арканами. Не Киртый Фотосов. Да, плюс у него есть Гост. И, конечно же, хочется купить нулифайер. Не только для того, чтобы использовать эту ультимативную комбинацию на Темпларке. Блаторн плюс нулифайер, который не дает тебе ни заклинаний использовать, ни инвентарь. Ну и диспейлить, вот, например, Гост Септер, который в данный момент есть у Скайверс Мейджа. Потрофляй у Миракла. Саблю пока выкладывает. И не стал грейдить, а мисал, что любопытно. Решил все-таки взять дополнительные миссы и статы. Именно ловко. Выход в спину. Прямо спинная вот это обходит, понимаешь? Вот прям тот целый момент. Миракл 25-го уровня. Так, ага, статов у него никаких нет. Прокачал он, естественно, талант на Essence Shift Duration. Плюс дополнительные 2 минуты. Ну надо смещаться уже Ликвидом. Там потихонечку как-то Т3 начинает гореть. Да, надо смещаться. Флай говорит своим ребятам. Предположительное место дислокации соперника. Флайдуман ждут булочку, которая телепортируется в топ и будет дефать. Но Ликвиды не хотят рассредотачиваться. Они наоборот хотят кого-то поймать. Флайер постоит, Флайя свапнули. Конкассив, Сайланс, Мистик Флайер не жалеет. Один крипа прилетел от Аганима. Бедный крип. Его жалко. Ну что, разменивать? Будут размениваться. Будут размениваться. Это не очень выгодно игрокам Флайдуман. Нет, они не размениваться. Они улетят сюда и в итоге они просто прилетели. Ну в итоге они не разменились. Не разменились и... Ну им в принципе не очень выгодно размениваться, потому что у них не будет двух сторон. А Майнконтрол, кажется, готов напасть. Хотят сейчас Ликвид подраться и поставить жирную точку в этом противостоянии. Ну на этой карте, естественно. Противостояние с Ларкой, Темпларкой, Аксой и Дума. А Айсберг купил нулифайер, остался полностью, да? Как я понимаю, решил рискнуть. Да. Сейчас или никогда? Миракл нападает на Нонграта. Главное, что он прилетел. Нонграта. Нонграта. Дум. Надо жить. Если что, байбэк будет. Байбэк есть. Думаю, нужно будет выкупаться, потому что просто Ликвид уйдут в трон. Нонлифайер должен боиться. Есть Хекс, это очень крутые артефакты против Сларка. Но там должен быть Айегис. Т4 горит. Т4 очень быстро разрушают. Недолго этот Айегис еще будет находиться в инвентаре Ликвид, судя по таймеру Рошана, который мы видим. Пока он есть. Ну, вроде как есть. Брейдсвап. Хорошо, соцепили Айсберг. Он убит без байбэка. Куро. Ну просто нереально круто сыграло. Есть Хекс, попытка убить Сларка. Сларка можно убить. Сларк. Стоится на лохой пэ нажимает. Все-таки Шот Дэнс уходит. Венга погибает. База пока стоит. Ликвид нужно чуть-чуть перекрупироваться. Они не собираются отсюда уходить. Они не хотят просто дождаться удачного момента, когда Майн Контрол сможет ворваться и дать свои скиллы. Ну или, по крайней мере, пока закончится экзортизм. Есть еще рефрешен шарт. Есть еще сыр. Это все можно передать Мирклу. И Миркл готовится нападать. Он хочет. Он хочет кого-то подцепить здесь сейчас. Сайлант отступает и экзортизм его подходит к концу. Минута. И понимают, по ходу, Ликвид, что не выкупается от Айсберга. Так они видели нулифайр. Они видели нулифайр у Айсберга. И они вполне могут предполагать, что у того нет байбека. Ах, как же печально получается. Что делать в этой ситуации? Абсолютно непонятно. Айкс пропадает у Сларка. Хорошо. Дум имеется ультимейт. Ну, какой-то идеальный Дум. Хекс. Там Дезвард. Все подряд. Врыв от Майд Контрола. У нас он офлайн. Мистик Флэйр. Конкассивы полетели. Вич Доктор также без байбека. Выходит на Унградном невидимости. Прорывается на Унград. Адает Дум. Попадает по Сларку. Но урона абсолютно никакого нет. Дум также отправляется в таверну. Без байбека. Он выкупал совсем недавно. Попаду убить хотя бы Сларка. Сларк на развороте сам воюет не хуже. И Флайт Умун сдается 1-1. Это ГГ. Невероятно близки были Флайт Умун к победе здесь. Но чемпионы Интернешнл, чемпионы последнего Эпицентра не готовы сдаваться просто так. Полноценная БО-3. Флайт Умун есть все шансы. Показать себя на третьей карте. Пока нужно отдохнуть. Подумать, что было не так. Но Меркл на Сларке, да. Меркл на Сларке. Тут, конечно, и все. И Акс, вот этот врыв, и Куру, Сваб. Мы видели Айсберга, который оказался без выкупа. Но ничего, ничего. Ликвид победа на этой карте. И мы ждем еще одно БО-1. Где все и будет решаться, кто же пройдет в гранд-финал. Да, Ликвиды чуть повеселее выглядят после выигранной карты. После первой карты они выглядели очень подавленно. Ну, по крайней мере, создавалось такое ощущение. Ничего, ничего страшного. Ничего страшного. Действительно, это нужно понимать. Было право у Флайта Муна на ошибку. Они его использовали. Сейчас нужно будет показывать все, на что они способны. Взять своих героев, постараться. Того же Дума, который был хорош. И просто победить. Я думаю, у ребят есть все шансы. Ну что ж, мы пока передаем слово нашей студии аналитики. После небольшой паузы. С момента большого взрыва люди стремились играть. Ну вот смотри, есть руки? Ну, собственно, и все, не клешня, а жирак. Можно шпилить. И понеслась. Гераклу подавай спортивные симуляторы. Цезарь Гаммл в стратегии. Пушкин мечтал ставить хэдшоты. Эйнштейн зависал на аркадах. Ну а потом поехали с симуляторой космоса. Пора вписать свой ник в историю. Ты создан, чтобы тащить. Хьюстон, кажется, у нас небольшие проблемы. Команда Flight to Moon проигрывает первую карту. В рамках плей-оффа до этого их ничто не останавливало. Но здесь Liquid, все-таки действующие чемпионы как International, так и Epicenter включились. И после очень тяжелого старта все-таки смогли дать отпор и забрать эту карту в свою копилку. Что к этому привело, мы сейчас обсудим с нашей студией аналитики. Так все хорошо было у Flight to Moon. Все просто замечательно. Уничтожали по всем фронтам. Но в какой-то момент игра начинала приобретать другой поворот. Что сделали не так в Flight to Moon? Почему они в итоге проиграли? По факту они просто немножко поторопились. Тот самый заход на хайграунд. Все выглядело замечательно до момента, когда они решили уже пойти за Т4. Но время еще не пришло, когда они могут себе это позволить. Потому что банально не хватает урона, банально быстро респаунятся герои. И это все вылилось в то, что они потеряли пару героев и дальше они уже потерялись по карте после этого момента. То есть они не совсем понимали, куда им нужно пойти, что им нужно сделать на карте, чтобы довести игру до логического завершения. И основная идея в том, что дальше, как уже говорил Ярослав, между игрой здесь мы общались, что люди как будто забыли, как работает Slark. Slark так и работает. Он бежит в лотарь, светит одного-двух героев, за ним бежит его команда. И он с набитыми стаками заранее нападает еще раз и еще раз. И если вот это время ты не переждешь, пусть ты потеряешь фарм, пусть ты чуть-чуть отдашь больше врагу, чем положено. Но если ты не переждешь это время и отдашь киллы, то игра превратится вот в примерно то, что она превратилась. Slark на этом турнире имеет у нас по ощущениям очень большой винрейт. Я даже сейчас обращусь к статистике. Обратись. Вот на мой взгляд, это можно все происходящее в этой игре описать словом «кураж». То есть знаешь, вот такой он играл вначале на FFTM, а потом как бы против них. Потому что, ну, я представляю, что это такое. Ты уже в одном шаге просто от финала. У тебя все получается. Я думаю, много очень информации у них из-за разряда мочи этого, этот следующий и этого тоже убивай. И пока вы убиваете, это очень круто. Вы давите, противник не знает, что сделать и так далее. Но в один момент они переборщили, да, когда полезли. Ну, вот на хайлайтах скоро это будет. Они переборщили немножко с этим куражом, да, полезли слишком далеко. И потом не поняли, что вот пришло время немножко остановиться. Дофармить ключевые предметы, очень не хватило там Кримсона и еще пары артефактов. Может быть, сделать какие-то умные действия, да, там попробовать что-то, предпринять смоки. Ну, вообще, поиграть в макро какую-то доту. Нет, вместо этого они, грубо говоря, еще несколько раз нажимали, как что-то типа смока, и куда-то шли, и просто дрались, дрались, дрались. Но, грубо говоря, немножко они, по-моему, упустили свой момент и не поняли, что нужно сыграть чуть спокойнее дальше. Я полностью согласен по поводу куража, полностью согласен по поводу вот этого нашего СНГшного матчи его, давай и этого тоже. Но против чемпиона Интернешнала так играть нельзя. Когда вы лидируете к 20-й минуте, там, в районе 12 тысяч, и вы уже снесли сопернику Т3, вы нашли очень крутой пиков на Миракле под базой. Вы просто обязаны сейвово забрать в сторону, отойти, перегруппироваться, подождать там отката Ultimate и Death Profit, пойти на вторую сторону. Не было абсолютно никаких ресурсов у Liquid, чтобы отбивать эти атаки. Более того, у Liquid даже нет персонажей, которые могут смывать крипов, которые могут как-то там круто задерживать эти подходы на хайграунд. Вы просто перегруппировываетесь, идете по второй стороне, зажигаете экзорцизм, заканчиваете эту игру где-то в районе 23-й минуты. И я уверен, что ничего бы команду Liquid не спасло бы на этой карте, сыграя Flight to Moon правильно. Здесь карта была целиком и полностью в их руках. Мне кажется, что вот говорили мы о серии в групповой стадии очень много, но вот эта карта, на мой взгляд, была даже более верочная, чем вот та, которую отдали в групповой серии. Также хочется отметить еще один небольшой момент, который также мы здесь обсуждали. То, что не было Crimson Guard'а у Flight to Moon, а этот артефакт один из лучших артефактов против визажа, да и в принципе против Сларка, потому что Сларк тоже не имеет много физического урона, ему нужно немало времени, чтобы кого-то пробить. Но глупо отрицать, что в принципе Flight to Moon могли справиться и без него, но хочется, чтобы они просто не забывали этот момент, потому что этот артефакт явно облегчает игру против визажа. Да, но у них все было на атаку, все предметы, как мы тоже смотрели, то есть Shadow Blade на Doom, на Templar, там Дизоль, Пика, то есть не было даже БКБ до конца игры. Все только на атаку, на дэмэдж. Да, это работало. Оно работало, да, работало. Вот именно в тот момент, когда один раз что-то не сработало, ну пускай бывает все ошибаются, нужно было немножко притормозить и возможно подфармить тот же Кримсон, подфармить какие-то более сейвовые предметы. Когда ты понял, что тебя один раз дали по зубам, вот сейчас это произойдет. Ну вот смотрите, 18-ая минута, вы убиваете Миракова вот здесь, его отлично находите на Вижене своем. Здесь он еще использует ультимейт, умирает. Ну, по ибраку нет, я не... Темпларка с Аегисом. У вас есть все. У вас вот видно даже по хп-барам ресурсов, нет только у Темпларки, но у нее Аегис. Да нет ульты, но никто не заставляет их делать то, что они начнут сейчас делать. Вот сейчас начнется просто такое СНГ-шное Йолу. Это ошибка, конечно. Против чемпионов International так играть нельзя. Ну вот, отличная каска, хороший врыв. Вот здесь вы убили уже Акса. Не надо вам идти дальше, вам не надо бежать под вот эти Т4-толла. Ну в Думе, Визаж. Ну в Думе же. Да он в Думе под Маледиктом, он до фонтана даже не добежит. У него ноль шансов на выживание. Но там еще каска отлетела. И этого тоже. И этого. И этого. Именно так. И этого и того. Ой, Аегис. Ой-ой-ой. Спасибо меня, Сайлент. Я убегаю. Извини, брат. У меня хп нет. К Краматуму еще нужно отдать должное. Круто расконтролил. Остановиться там. ТПшки было нечем. Он птичкой всем наглубь посолил. А тут уже и Сварк реснулся, которого вроде пиковнули. Да, то есть мы видим этот момент, это продолжение предыдущего. ДП еще не реснулось и уже умирает Темпларка. То есть это вот как раз то, про что я говорил, что вот Сларк бежит, он светит одного героя и под стаками, которые набил еще в прошлой драке. Вот и как раз это прикол в том, что он сейчас набил стаки и они с него не спадут еще. Да, еще и на следующий момент. То есть он еще подерется с ними. И по-моему еще. То есть вот этот Сларк будет еще. Вот продолжение банкета сейчас начинается же. Да, он сейчас убьет ДП и потом еще убьет ДП. Это вот мы будем все видеть. По-моему ДП в этот раз еще не настолько все плохо было, ДП вроде не умрет. А сейчас это как раз таки... Она тут подключит ульт. Нет, нет, умрет. А, нет, умрет. Все умрут. По-моему. Или нет. Нет, нет, нет. И это момент, где ДП не умрет. И тогда сейчас еще заберет Матумбу. Дяжело вообще как-то эту игру анализировать. Потому что если мы посмотрим на счет, я такого вот обильного количества киллов не видел уже очень давно. Здесь просто вся игра это сплошная вот такая драка. Ну вот как бы, если что, Сларк 23 стака у него сейчас и вот он сейчас где-то опять... И Темпларка, смотрите, по мини-карте, Темпларка находится вообще снизу. То есть вот тут слайд умон, идет большая мисс коммуникации. И это продолжение все того же момента Сларк с этими стаками. Вот он до сих пор с ними прибежал сюда и тут еще всем разбил лицо. И вот у него их там сейчас штук 30. Сейчас они быстро смог вниз, убили еще Темпларку, потом снизу все с теми же стаками и потом вернулись. Но это вот уже через 8 минут. Но здесь уже немножко трудновато. И здесь еще, казалось бы, можно вернуться, но тут сейчас как сыграет Майнд Контрол? Ну, да, Майнд Контрол здесь. Ну и Матумба Майнд, конечно. Да, конечно. На самом деле тут нам немножко не показали. Здесь график ушел вообще в ноль. Преимущества уже у Флайта Мон никакого не было. Но опять-таки нашли пиков на Миракли. Потом поймали у нас ГХ. Все это превратилось вот в такой чейнфит уже от команды Ликвид. Вынуждены они были прожать все байбэки. И потом вот этот фантастический врыв от Майнд Контрол. Минус 5 в исполнении Ликвид. И что супер важно в данной ситуации, как раз у нас появляется Рошан. И тут будет великолепный байбэк от Флайта. Ну, этого мы уже не показали. Ну и тут уже конец игры. В общем, что тут сказать? В первую очередь, я думаю, помешало Флайта Мон отсутствие пресловутого опыта. Не хватило дисциплины. Ну да. Команды, которые уже много раз играли на сцене в этих финалах, они знают, как закончить, знают, где остановиться, знают, как задушить в себе желание убивать следующего под фонтаном. Если нужно выиграть, нужно сыграть спокойно. А здесь, ну, словили слишком много куража и просто не смогли остановиться. Ну, бывает. С другой стороны, я думаю, отказываться от этого стиля не надо. Он приносит успех. И, возможно, если третью карту начать играть как-то аккуратно, осторожно, давай не будем, давай не пойдем, то это боком выйдет. Лучше играть, как играется, а там будет, что будет. Да, ну и опять же, будем откровенны, Flight of One ошиблись просто в глупом моменте довольно-таки. И потом это все начало сноуболиться. То есть, Ликвиды молодцы. Но основная идея того, как Flight of One построили игру, мне очень нравится. То есть, они выиграли линии просто замечательно. Потом имеют Рошана. Точнее, герои, которые убивают Рошана. Темпларка вообще замечательно. Они имеют ДП, которые ослабляют вышки. То есть, сама концепция драфта игры, которую они построили, ничего против нее не имея. Если они сыграют такую же игру без ошибок, добро пожаловать в Графинал. Нет, так здесь бесспорно. На драфте мы отмечали, что как раз-таки у Ликвид здесь определенные проблемы прослеживаются. А я вас просил. Что им нужно как раз-таки поставить этого акса в центр, чтобы визаж получил хоть какой-то левел. И при этом акс в центре тоже не особо-то с темпларкой справляется. Но явно лучше, чем визаж, скажем так. Потому что визаж бы там вообще без ничего остался. А за счет вот этого грамотного свапа от Ликвид хоть как-то удалось там и Сайлента. Вначале на руне убили до крипов, потом еще раз убили. И хоть что-то Матумба получал. Потому что я уверен, что в миде против темпларки была бы прям беда полная. Ну, кстати, надо отметить, что по сравнению с первой игрой все-таки Матумба, по крайней мере, проснулся, что называется. Да и Джейдж уже более-менее играл. Ну, то есть Ликвид явно тоже растормошились. Если, по крайней мере, под конец игры, может быть, когда пошел мини-кар...